Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. Меня зовут Дмитрий, я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. Совсем скоро начнется активное сокодвижение, набухнут почки на деревьях. Но сейчас нужно поспешить с обработкой сада ранней весной, пока еще эти процессы не начались. В этот период сад нуждается в обработках, искренняющих обработках, для того, чтобы на растениях не возникали и не появлялись различные заболевания. Сегодня я расскажу о тех препаратах, которые можно использовать для обработки ранней весной. Первый препарат, о котором я хочу рассказать, это бордосская жидкость. Вот такие упаковки продаются. В этот период ранней весной мы используем для обработки сада раствор. Чтобы приготовить такой раствор, понадобится 300 грамм медного купороса и 400 грамм извести. Медный купорос является фунгицидом, который защищает растения от болезней, а известь предотвращает ожоги на растениях. И благодаря извести раствор долго держится на ветвях. То есть раствор не смывается долгий период дождями. Чтобы приготовить раствор, разбавляем в небольшом количестве теплой воды 300 грамм медного купороса. Это нужно делать в отдельной емкости. Понадобится примерно 2 литра теплой воды. Температура примерно 40-50 градусов, не выше. Кипятком не следует разбавлять. В другой емкости, в небольшом количестве воды, размешиваем известь. После того, как все компоненты мы растворили, смешиваем оба раствора вместе и доводим объем водой до 10 литров. В данном растворе могут присутствовать все-таки нерастворившиеся кристаллы медного купороса и извести. И комочки извести. Для того, чтобы наш опрыскиватель не забивался, раствор нужно процедить. Для этого используем специальные фильтры, которые есть у опрыскивателей, либо процеживаем раствор через марлю. Обработку бордосской жидкостью нужно проводить в сухую и безветренную погоду при температуре не ниже плюс 3 градусов. Нужно отметить, что раствором такой концентрации мы обрабатываем сад только ранней весной. В вегетативный период, когда у нас на кустарниках и деревьях есть листья, сад обрабатываем только однопроцентным раствором во избежание появления ожогов на листьях. Обрабатывать бордосской жидкостью можно как плодовые деревья, так и ягодные кустарники. Можно обрабатывать и декоративные культуры, например, те же розы. После того, как мы обработали сад таким раствором, ветви окрашиваются в голубой цвет, поэтому называют такую обработку голубым опрыскиванием. После обработки сада можно приступить к побелке. Побелку все-таки выполняют в осенний период, чтобы защитить наше растение от появления ожогов и различных повреждений коры в весенний период. Однако за зиму побелка может смываться дождями и в весенний период не будет лишним ее обновить. Для обработки сада можно использовать и другие препараты, например, препарат Хорус. Данный препарат также действует при низких положительных температурах. Обработку сада мы проводим при температуре от плюс 3 градусов тепла. Данный препарат хорошо себя зарекомендовал при обработке косточковых культур. Особенно эффективен данный препарат от манилиоза и кокомикоза на вишне и абрикосе. Поэтому всем рекомендую проводить обработку сада также вот этим препаратом. Еще один препарат, который можно обработать, является Абигопик. Это также медь содержащий препарат. Однако, в отличие от бордосской жидкости, температура для обработки сада должна быть немного выше. Данный препарат действует при температуре от плюс 9 градусов. Третьим препаратом, которым можно обработать сад в данный период, является фунгицид азофос. Он продается в жидкой форме, в бутылках литровых, в пол-литровых бутылках. Понадобится 450 миллилитров жидкого азофоса на 10 литров воды. Особенно хорошо обрабатывать азофосом такие культуры, как малина, голубика, ежевика и другие ягодные культуры. В интернете можно найти информацию о том, что сад хорошо обрабатывать медным или железным купоросом. Однако, медный купорос недолго держится на ветвях. Он быстро смывается дождями. А железный купорос не такой уж эффективный против грибковых заболеваний. Он имеет более низкий искореняющий эффект. Однако, раствор железного купороса, 3% раствор, можно также использовать для обработки сада, особенно старых деревьев, на которых есть лишайники. Раствор железного купороса хорошо справляется с ними. Также железный купорос может уничтожать и некоторых вредителей, таких как медяница. Продолжительность действия железного купороса на ветвях примерно 2 недели. Затем он быстро смывается дождями. Как только почва оттает, начнется активное сокодвижение, начнут появляться, распускаться почки, появляться листочки, корневая система начнет хорошо функционировать, мы приступаем к подкормкам сада минеральными удобрениями. Ранней весной не следует торопиться с подкормками. Когда почва еще замерзшая, корневая система не функционирует и подкормки могут только лишь навредить. Следует проводить подкормки, когда начинается процесс вегетации. Ранней весной следует подкормить наше растение азотом. В этот период больше всего они нуждаются в данном элементе питания. для активного роста и развития. Какие же удобрения можно использовать? Весной не всегда температура подходящая и многие азотные удобрения плохо усваиваются растениями. Лучше всего использовать в этот период аммиачную селитру. Азот из аммиачной селитры хорошо усваивается при невысоких положительных температурах. Для подкормки растений можно использовать удобрения как в сухом виде, так и для приготовления жидкого раствора. На квадратный метр понадобится примерно 30-50 грамм удобрения. Если готовите раствор, такое же количество удобрения на 10 литров воды. Если почва весной очень сухая, то предварительно перед подкормкой ее нужно пролить чистой водой, чтобы корневая система не пострадала. Многие подкармливают наши плодовые деревья, просто посыпая удобрения вокруг ствола, просто по газону. Однако при такой подкормке мы подкармливаем газон, а не растение. Растению, основному нашему плодовому растению, либо ягодному кустарнику питание достается в меньшей степени. Для того, чтобы правильно подкормить плодовое дерево, нужно проделать отверстия в газоне на глубину 20-30 сантиметров по всей проекции кроны. И в эти отверстия засыпать удобрения, либо залить жидкий раствор удобрений. Для тех, кто предпочитает подкормки натуральными удобрениями, можно использовать подкормки органическими удобрениями. Это могут быть настои куриного помета, навоза, либо использование навоза и компоста. Нужно сказать, что подкормку азотным удобрениями выполнять нужно не всегда. Если у вас молодые деревья, которые вы посадили лишь осенью, и посадочная яма была хорошо заправлена, значит, нашим растениям хватит питания на весь сезон, и такой подкормки азотом проводить не нужно. Также можно не подкармливать растения азотом, если вы вносили много органики, либо навоза осенью, мульчировали приствольные круги. Например, та же смородина хорошо отзывается на органику, и подкормки азотом в ранний весенний период ей проводить не всегда обязательно. Норма внесения компоста, либо перепревшего навоза составляет одно 10-литровое ведро на метр квадратный. Обязательно сделайте все необходимые подкормки и обработки весной в своем саду, чтобы летом получить богатый урожай. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч!